Так, ну что ж, к Новому году практически все готово. Рудзик, зацени рубашку, а ну у Артемчика забрали. Официально детскую надену? Да, у Артемчика. Давай, два секунды, одна секунда, глаза сделай подобрее. Тарарарарарарарарарам, пим-пим. Всем салют, дорогие друзья, и сегодня, в преддверии Нового Года, хочется показать вам что-то интересное и необычное из мира пива, но в то же время соответствующее предстоящим новогодним праздникам. И у меня есть такой вариант, который идеально подходит к данному случаю. Это бельгийский эль, который варится специально к зимним праздникам и носит символичное название Делириум Крисмас. Он является производным двух других элей, тёмного и фруктового, от той же самой пивоваренной компании. Они же умеют как-то там скрестить, они вот, ну, сутками пробуют какую-то хуйню намутить, и у них из этой хуйни получается что-то вот, ну, экстраординарное, бля. Но до них я ещё доберусь, а сегодня я хотел бы посвятить выпуск именно вот этому напитку, тем более, что это очень хороший повод поздравить вас с наступающим Новым Годом. К счастью, долго разглагольствовать мне не придётся, да и не особо хочется в такой-то праздничный день. Единственное, что нужно знать об этом пиве, что оно тёмное и достаточно плотное и крепкое. Плотности здесь 19%, а алкогольность аж 10 градусов. Но меня это не особо пугает, потому что я знаю, что бельгийцы умеют варить крепкое пиво, и очень хорошо это маскируют под насыщенным вкусовым букетом. Уёбки, они же умеют придумывать всякое такое. Поэтому предлагаю долго не томить и брать год наступающего быка за рога. Единственное, я бы хотел сказать пару слов о бутылочке. Честно говоря, она мне очень нравится, потому что она не тёмная, она покрашенная. Во-первых, для самого пива это очень хорошо, потому что это защита от солнечных лучей. Во-вторых, она очень интересно так крафтово смотрится, потому что здесь есть такие тёмные крапинки. Надеюсь, здесь вам будет видно. Очень сильно напоминает, знаете, 50 раз покрашенную старую чугунную батарею. Не знаю, почему-то у меня именно такие ассоциации. Ещё мне очень нравится, что верх бутылочки вот так красиво защищён праздничной фольгой, напоминающей шапочку Деда Мороза, ну или в данном случае Санта Клауса. А на этикетке красуется розовый слоник в красном колпаке. Здесь даже вот мелко так очень изображён Санта Клаус, в сане которого как раз-таки запряжён этот вот бедный розовый слоник. Ладно, что ж, окей, если они придумали, пускай будет так. Поэтому открываем сразу же и пробуем. Честно говоря, отсюда уже чувствуется запах Нового года, поэтому наливаем. О, вот это вот пеночка! Вот это, я понимаю, пенка. Она очень плотная, кремовая, несмотря на свою крупную зернистость. И она, блин, посмотрите, она даже не двигается! Офигеть! Ебать, я в шоке, нахуй! Что ещё хочется сказать, пиво, оно не тёмное. Оно полутёмное, обладает таким янтарным медным цветом, честно говоря. И действительно выглядит очень по-праздничному. Пенка постепенно уходит, но всё равно оно, блин, вообще оно не выплёскивается даже ни разу. Ну, чуть-чуть поднялась. Ладно, окей. Что ж там с ароматом? Знаете, не скажу, что аромат достаточно ярко выраженный. Возможно, это за счёт большой шапки пенки. Но на первое, что бросается в нос, это то, что аромат сладкий. Карамельно-солодовый, но он не характерен для обычного какого-то тёмного эля. Здесь присутствуют какие-то посторонние нотки. Я бы их отнёс к сухофруктовым или даже каким-то специям. Не знаю, мне хочется назвать их рождественскими. Но, наверное, это не так. Честно говоря, не знаю, как его пить. Пенка до сих пор не уходит. Ну, что ж, будут у меня усы, как триперные лисы. Про усы бы я молчал, но ладно. Пробуем. Всё. Очень многосоставной вкус. Честно говоря, мне достаточно сложно его разобрать на какие-то отдельные элементы. Потому что чувствуется, что столько всего в нём намешано. И по-разному этот, с каждым глотком, по-разному этот букет играет у тебя во рту. Но что первое бросается на язык, это именно его сладость и даже пряность. Потому что помимо карамельного солода здесь ощущаются какие-то не то чтобы фруктовые, а даже сухофруктовые нотки. И плюс ко всему я подозреваю, что здесь добавлены какие-то специи. По типу, знаете, корицы какой-нибудь, что придает именно вот такую теплоту, уютность этому напитку. И что создает, собственно, праздничное новогоднее настроение. Также очень сильно ощущается алкогольность. Всё-таки 10 градусов это не шутки. Но, тем не менее, пьётся достаточно легко и непринуждённо. В отличие от каких-нибудь отечественных крепких напитков, где алкогольности, кстати, меньше. Там порядка 8 градусов. Здесь целых 10 и пьётся вполне себе нормально. Также очень хорошо ощущается, что само тело пива достаточно плотное. И тем самым оно создаёт долгое послевкусие, которое сначала уходит в сладость, а потом плавненько так перетекает в горечь. Ну, вкусно. Вкусно. Поэтому подытожить можно здесь следующим выводом. Пиво достаточно крепкое, но в то же время обладающее сложной и интересной вкусоароматической составляющей. И действительно, его можно взять именно на праздник, потому что оно не дешёвое. Стоит оно порядка 400 рублей. Подскажечка здесь будет, где можно купить. Я взял его по акции. Стоило оно 290 или 299 рублей. Но всё равно, в общем, не дёшево. Поэтому, если вы хотите чего-то необычного, хотите праздничного настроения, расслабиться, кайфануть, чего-то там нового для себя пораспознавать, то... Обалденно! Это просто... Просто шикарно! Что ж, остаётся мне вас только поздравить с наступающим Новым Годом. Уходящему 2020 году хочется сказать... Ля ты крыса, ааа! А приходящему Году Быка хочется пожелать, чтобы он, наконец, разогнал всех этих крыс и разгрёб всё то дерьмо, которое они натворили в 2020 году. Вот ты, малыша, агу! Ну а если серьёзно, уходящий год нам ясно дал понять, что самое главное в нашей жизни, это, конечно же, здоровье. Здоровье наших родных, близких, друзей. Поэтому в 2021 году я хочу вам пожелать только лишь исключительного и непоколебимого здоровья. Поэтому, ребята, много не пейте. Я всегда говорил, что лучше по чуть-чуть, но с кайфом. И не забывайте, конечно же, пить только хорошее пиво. С наступающим вас Новым Годом! И до встречи в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!